Итак, Дальний Восток уже начал праздновать День Победы. Парад прошел в Хабаровске. Наш канал ввел прямую трансляцию. И в это же время военные маршировали и во Владивостоке. Этот город стал одним из пяти городов, где участие в параде принимали моряки. А в бухте Золотой Рог корабли Тихоокеанского флота выстроились в парадную колонну. Возглавил ее большой противолодочный корабль маршалы Шапошников. И предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты парада во Владивостоке. Рогилий на лево! Играет музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Сихон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Поздравляю вас в 70-й годовщине Победы Великой Отечественной войне Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, товарищи подогнал «Симон» Добра- capita Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи моряки! Здравствуйте, товарищи моряки! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи десантники! Граем желаю, товарищи моряки! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Ура! 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 Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 ПЕСНЯ 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 Борог на одного линейного дистанции. Замёная группа прямо. Остальные. Направо. Вот. Равнение направо. Шагом. Нос. Шагом. 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 Парад, посвященный семейцарям предоточении победы над фашистской Германией, открывают батопарщики, воспитанники первого на Дальнем Востоке Владивостокского президентского конецкого училища. Училище создано в октябре 2013 года, а в 2014 произвело генеральный набор в заключающихся 5-6-7 классов. Сейчас обучение в обедном училище проходит 240 дней в возрасте от 10 до 13 лет. На центральной улице города государственный флаг Российской Федерации, знамя вооруженных сил Российской Федерации, знамя победы, командир знаменной группы Калинар Иван Ковалевский. Знамена сопровождает рота почетного караула Тихоокеанского плота под командованием старшего лейтенанта Владимира Ермишина. В летопись героической истории Великой Отечественной войны достойный вклад внесли воины-дальневосточники, моряки Тихоокеанского флота, жители Приморского края. Сотни тысяч приморцев уходили на фронт в составе маршевых рот, батарей, батальонов и команд. Они защищали Москву, стояли насмерть у стен Ленинграда, бились в кубанских степях и предборьях Кавказа, на Курской дуге и в Заполярье. Освобождали Украину и Белоруссию, с боями брали Прагу, Кёнигсберг и Варшаву, штурмовали Берлин. В парадном строю офицеры Тихоокеанского флота. С водной ротой офицеров командует капитан первого ранга Олег Киршак. Идут наследники прославленных флотоводцев и командиров, тех, кто первыми поднимался в атаку и вел за собой бойцов. На центральной улице города моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота. Командует парадной ротой капитан второго ранга Евгений Салиманович. На базе соединения проходит подготовку экипажа подводных лодок после ремонта. Испытываются новые корабли и вооружение. В парадном строю моряки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это единственное в вооруженных силах объединения, которое гордо носит название субъекта Российской Федерации Приморского края. Корабли представляют морскую часть парада победы в бухте Золотой рот. Командует плотилии контр-адмирал Вадим Кулить. Ратная служба моряков известна не только в России, но и за рубежом. На протяжении последних семи лет экипажи кораблей в плотилии с честью выполняют задачи по охране международного морского сноходства в Индийском океане. На центральной улице города морская пехота Тихоокеанского флота. Сводным батальоном командует капитан Дмитрий Калитко. Свыше 147 тысяч моряков тихоокеанцев в составе морских стрелковых бригад грамили фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны. Им доверялись самые опасные и тяжелые задачи. Враги называли их «Черная смерть». В праздничном параде принимают участие десантники отдельно десантно-штурмовой бригады. Сводная рота и командует подполковник Сергей Шуховцев. Во время Великой Отечественной войны десятки тысяч солдат, сержантов и офицеров воздушно-десантных частей были награждены орденами и медалями, а 126 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Торжественным маршем проходит подразделение морской авиации Тихоокеанского флота. Батальоном командует полковник Олег Романенко. Впервые в праздничном параде принимают участие воспитанники Владивостокского президентского кадетского училища. Руководит училищем капитан перворанга запаса Виктор Иванович Прохоров. В праздничном параде принимают участие сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР УМВД России по Приморскому краю. Сводной ротой командует полковник полиции Магомед Лавазанов. На центральной улице города курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. Парадным расчетом командует заместитель начальника филиала подполковник полиции Федор Маков. В парадном строю личный состав Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю. Ротой командует полковник внутренней службы Дмитрий Обломий. Торжественным маршем проходит подразделение Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Результат их работы тысячи спасенных жизней. Командует спасателями подполковник Гимакей Антрушин. Торжественным маршем проходят курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник академии полковник внутренней службы Алексей Алексеевич Аникеев. В праздничном параде принимают участие курсанты одного из старейших вузов Дальнего Востока Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Небельского. Ректор университета Сергей Алексеевич Агай. В этом году МГУ отметит свое 125-летие. Выпускники университета возглавляют подразделение всей морской транспортной отрасли России. Среди выпускников 16 героев Советского Союза и социалистического труда. Среди выпускников 16 героев Советского Союза 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 Их шо-шехо-шехо-шехо… Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Перед трибунами лучшая десантно-штурмовая рота «Соединение морской пехоты» Под командованием специалиста первого класса Старшего лейтенанта Андрея Иванова Бронетранспортеры БТР-80 Предназначены для транспортировки личного состава И поддержки его огнем на поле боя Введение борьбы с пехотой и бронированными целями противника Машина используется также в качестве средства доставки десанта с корабля на берег Вооружение два пулемета Скорость движения по шоссе 80 км в час На плаву 9 км в час Экипаж 3 человека и 7 человек десанта Машины ведут матросы Александр Батмаев Алдар Дамдинов Григорий Хасанов Геннадий Наталенко Алексей Пузыревский Младшие сержанты Алексей Саян и Николай Пентий Старшие сержанты Андрей Рузанов и Дмитрий Вожинин Командно-штабные машины изготовлены на базе бронетранспортера БТР-80 Предназначены для обеспечения связью командования в местах, не оборудованных стационарными средствами связи и в ходе ведения боевых действий Машины ведут матросы Зарикто Сантаков и Александр Ерохин Химическая разведывательная машина предназначена для ведения радиационной, химической и биологической разведки Масса 9 тонн, экипаж 4 человека Скорость движения по шоссе 80 км в час, на плаву 10 км в час Вооружение, пулемет и специализированная аппаратура Машины ведут старший матрос Евгений Луговой и сержант Дмитрий Воскобоев 82-мм миномер 2Б-14 поднос Предназначен для уничтожения или подавления живой силы и огневых средств противника Расположенного на открытой местности в окопах, траншеях, в лощинах и ущельях Дальность стрельбы до 4 км Максимальная скорострельность 22 выстрела в минуту Время перевода миномета в боевое положение 30 секунд Расчетами командуют старшие лейтенанты Ливон Арутюнян, Василий Якушев, Виталий Лаптев и Рустам Калабеков Подвижные комплексы медицинской помощи Размещенные в специальном кузове-фургоне автомобиля высокой проходимости Предназначены для оказания квалифицированной медицинской помощи раненым и больным Проведение неотложных мероприятий первой врачебной помощи в полевых условиях Машины ведут матрос Сергей Ощенков и младший сержант Николай Грищенко Колонну технического обеспечения соединения морской пехоты Возглавляет специалист первого класса капитан Всеволод Милованов Бронированная ремонтная эвакуационная машина Изготовленная на базе БТР-80 Предназначена для эвакуации поврежденных машин из-под огня противника Оказание технической помощи экипажам в ремонте И обслуживание однотипной колесной бронетехники Машины ведут младший сержант Гарма Балжиров И старший сержант Дмитрий Федоров В воздухе морская авиация Тихоокеанского флота России Открывает авиационный парад группа палубных многострелевых вертолетов К-27 На центральной площади мастерская технического обслуживания Изготовленная на базе автомобиля Урал Предназначенная для ремонта полевых условий авто и бронетанковой техники Машины ведут матросы Константин Алиснян и Розислав Хайдуков В праздничном параде принимает участие 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» Машину ведет старшина Александр Коншин На центральной площади города боевая машина пехоты БМП-2 Вооружение, установленное в машине, позволяет вести борьбу с различными целями Включая танки и боевые вертолеты Машину ведет старшина Андрей Сухарь В небе над городом пролетает пара военно-транспортных самолетов Ан-26 Их пилотирует командир авиационного отряда летчик 1-го класса майор Вячеслав Мясников И командир экупажа летчик 2-го класса майор Евгений Тимашов Самолет Ан-26 предназначен для перевозки пассажиров и брусов на средние расстояния Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В воздухе дальние противоволочные самолеты Ил-38 Ведущий самолет пилотирует командир авиационной базы Летчик 1-го класса подполковник Александр Нечаев Ведомый группы заместитель командира авиационной базы Летчик 1-го класса подполковник Николай Слюсарев Самолет Ил-38 предназначен для самостоятельного и совместного поиска кораблями и уничтожения подводных лодок Выполнение морской разведки в дальних зонах, постановки минных заграждений Самолеты Ил-38 принимают участие в поисково-спасательных операциях флота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самолет пилотирует командир авиационного отряда Летчик 2-го класса капитан Максим из Трофилов Самолет Ил-22 обеспечивает введение бесперебойной связи с кораблями в зоне ответственности Тихоокеанского флота Их боевую устойчивость в отдаленных районах Мирового океана Успешно выполняет поставленные задачи Тихоокеанского флота Военно-транспортный самолет Ту-134 Пилотируемый летчиком-снайпером Заслуженным военным летчиком Российской Федерации Подполковником Георгием Гроссу Закрывают авиационный парад дальние противолодочные самолеты Ту-142 Ведущий группы командир авиационного отряда Летчик 1-го класса подполковник Михаил Юров Ведомый группы командир авиационного отряда Летчик 1-го класса подполковник Константин Голованов Эти боевые машины предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок противника Создание противолодочных рубежей большой протяженности Дальней визуальной и радиотехнической разведки в океанской зоне Выполнение поисково-спасательных задач Экипажи противолодочной авиации эскадрильи обеспечивают надежную охрану нашей Родины Завершает прохождение войск Владивостокского гарнизона сводный духовой оркестр За более чем полуторавековую историю коллектив имеет богатые традиции и разнообразный репертуар Военный дирижер гарнизона Владивостока Майор Андрей Попов 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 Праздничное шествие продолжает колонна Краевого клуба собаководства. Также гордо шагали четвероногие бойцы в колоннах Парада Победы 45-го года на Красной площади. Шагали по праву, потому что сложались в одном строю с пехотинцами, танкистами, разведчиками, саперами. На всех фронтах действовали полки, батальоны, отряды и роты военных кинологов. Всего на фронтах Великой Отечественной войны было использовано 68 тысяч служебных собак. Ездовые собаки вывозили из полей тяжело раненых. Собаками, миноискателями более 6 тысяч собак обнаружено, а вожатыми саперами обезврежено 4 миллиона мин и фугасов. Собаки-связисты доставляли боевые донесения и прокладывали телефонные кабели. В боевых задачах использовались собаки-стребители танка, санитарные собаки, собаки-разведчики, сторожевые и инверсионные собаки. Среди ветеранов празднующих юбилей победы есть немало тех, кто обязан жизнью собакам-солдатам Отечественной войны. Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас в 70-й годовщине победы Великой Отечественной войны! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас в 70-й годовщине победы Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас в 70-й годовщине победы Великой Отечественной войны! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас в 70-й годовщине победы Великой Отечественной войны! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем вас в 70-й годовщине победы Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Твое! Здравствуйте, товарищи! Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...